Это многофункциональный сервисный центр Сбербанка России. Среднестатистические клиенты Сбербанка о нем вряд ли знают. Но именно в этом здании работают люди, которые несколько лет назад смогли изменить наше представление о всенародном и популярном банке. Половина операций, которые раньше кассирам и другим специалистам Сбербанка приходилось выполнять без отрыва от своей основной работы, обслуживание клиентов, теперь проводятся здесь. Так началась новая эра Сбербанка России, банка удобного как для клиентов, так и для его служащих. Банка, в котором на смену длинным очередям пришли современные технологии. С чего все началось? Мы пригласили стороннюю организацию, которая провела диагностику, и мы выбрали основные пути развития Сбербанка. Если вы раньше обслуживались в Сбербанке, сначала вы проходили полностью весь процесс до контролера, потом стояли в другую очередь и обслуживались у кассира, мы в процессе изменения это все объединили. То есть клиент стоит теперь в одной очереди. У нас есть реальные изменения по времени обслуживания клиента в очереди. У нас есть изменения во внутренних процессах, например, процессы подбора нормоперсонала. Если хочешь сделать мир лучше, начни с себя. Вскоре после начавшихся изменений руководство Сбербанка решило отказаться от поддержки сторонних организаций. Уже существующие техники и стратегии развития компании здесь решили перевернуть с ног на голову. И почти с нуля разработали свою систему повышения эффективности предприятия. Главным ингредиентом в их сложном рецепте эффективности стали лин-технологии. Примерив их на себя, в Сбербанке решили поделиться наработанным опытом со своими коллегами и клиентами. Сегодня мы проводим четвертый межрегиональный лин-форум, форум Сбербанка, куда мы пригласили наших ключевых клиентов, для того, чтобы рассказать о том, какие новые технологии изменения систем управления есть в банке. Какие из них могут быть применимы нашими корпоративными клиентами. И, собственно говоря, рассказать о том, как вот этот опыт, который мы поделились уже ранее с нашими клиентами, был востребован, каким результатом он привел. Эффективная организация офисного пространства, разработка правил тайм-менеджмента, управление очередями – это лишь немногие секреты современной и продуктивной компании. И все о них вроде бы знают, но не используют. Тем самым теряя не только возможность заявить о себе и крупно заработать, но и, самое главное, своих клиентов. Многие компании работают так, как удобно им. Да, очень мало компаний, которые спрашивают у клиентов, а как хотят клиенты. Как раз наш первый подход – это опрос клиентов с точки зрения получения эффекта для клиента. И, исходя из этого, как раз выстраивается концепция улучшения. Выработать эффективную стратегию поведения для собственной компании и, наконец-то, трезво взглянуть на свои ошибки. На очередном линформе решились почти 70 компаний. Для каждой из них встреча с уже эффективными компаниями – это одновременно и возможность обсудить возникшие вопросы и наладить профессиональные контакты. Наконец, здесь же все желающие могут сделать первый шаг на пути к внедрению услуги Сберконсалтинг и выработать для себя основные тезисы повышения эффективности предприятия. Точно такие, благодаря которым когда-то начал меняться и сам Сбербанк. В декабре прошлого года наш учреждение попал на форум, такой же, как сегодня. Очень понравилось. Нам предложили дополнительные тренинги для сотрудников нашей компании. Мы прошли эти тренинги в феврале этого года. Потом появилась возможность вообще более тесно поучаствовать в совместном проекте со Сбербанком. Тот процесс, который мы оптимизировали в процессе совместного проекта, мы смогли показать критичное для клиента по сроку производства продукции уменьшить в два раза. Компании, которые когда-то в одночасье решили избавиться от старых и, главное, вредных привычек, на Ленфорум Сбербанка возвращаются снова. Уже в качестве тех, кому не стыдно делиться своим опытом. Руководство банка надеется, что таких предприятий и их руководителей с каждым месяцем будет становиться только больше. Так, выстраивая вокруг себя сеть успешных и продуктивных компаний, Сбербанк надеется изменить жизнь к лучшему. Причем не только свою своих коллег, но и конечных потребителей, обычных посетителей банков, салонов и магазинов. Ведь, как бы то ни было, самой успешной технологией повышения эффективности компании всегда было и будет простое доброжелательное отношение к клиенту.